Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, я Миша, а это киса Алиса, ставь лайк. Да уж, киса Алиса за эпичное зевание, а я Софи. А я покемон Лимичу, а ты пиши комментарии, они тут появляются. И подписывайся на канал, чтобы от нас стало 2 миллиона, и колокольчик жми. Все, девочки, хватит, а я Эйвен, и у нас сегодня предпоследний день распаковки гигантской коробки антистрессов. А в последний день мы распакуем мини-мини слаймы. Короче, дайте я объясню, у нас была супер большая коробка с разными лизунами, слаймами, и по вашим просьбам мы решили распаковать ее всю и разделить лизуны на команды. Матовые, их мы соединяем в огромный волшебный слайм. Прозрачные, из них мы тоже делаем гигантский космический слайм. А еще у нас есть антистресс больница, туда идут все больные лизуны, и мы их будем потом лечить по вашим рецептам. А у меня лично своя команда сопли слайм, в него мы пихаем все противные лизунчики. И сегодня Аня нам поможет распаковать остальные слаймы, а завтра мы откроем все мини-мини антистрессы. Так что это предпоследний день распаковки, да, Ань? Ох, да, думаю, все пойдет по плану, правда, видео будет длиннее, чем обычно. По-моему, это испорченный лизун. А по-моему, он просто слишком жидкий, и можно добавить его в наш матовый гигант, точнее, в ваш. Я думаю, что там он только поправит ситуацию. Ань, а правда с нами будет жить это существо, которое ты показала на канале Magic Family? Что значит существо, Эйвен? Это тоже питомец, это животное. Ну, не знаю, он жуткий. Да ты что, он очень даже милый. Погоди, не раскрывай секретов, может, ребята не знают, что на канале Magic Family новое видео сегодня? Куда бы нам засунуть это желтое украшение для слайма? Может, в Юмин Сопли Слайм? Фу. В космический прозрачный? Или все-таки в матовый? Ань, слушай, про новое видео на Magic Family. Ты вот говоришь, что это просто типа милый питомец, а по-моему, это маленький монстр. Все, Софи, хватит, не раскрывай секретов, пусть ребята сами сходят и посмотрят. А вот это желтое украшение я, пожалуй, засуну в наш матовый слайм. Не раскрывай секретов, не раскрывай секретов, нам не нужен такой питомец. Ребят, все, хватит. Кстати, смотрите, по-моему, это тоже в некотором смысле радужное украшение для слаймов. Какая красота. Ань, ну давай не будем брать себе такого питомца. Да вы все об этом, а? Ладно, не будем раскрывать, кто это. Вот именно, все, хватит. Ребята посмотрят это новое видео и сами решат, это маленький монстр или все-таки милый пушистый пупсик. А вот этими радужными пенопластинками я предлагаю украсить наш космический лизун-гигант. По-моему, будет очень красиво, когда они все перемешаются. Такой классный цвет получается. Ань, слушай, а ты вот сейчас в своем инстаграме вешала посты про поездку в Шотландию, в Эдинбург? Ага, и до сих пор вешаю фоточки. А ты еще и влог снимала? Ага, я сняла влог. Между прочим, я ездила туда не одна, а еще с четырьмя блогерами, которых, я думаю, ребята знают. А где посмотреть? На моем канале Анимэджик, он либо сегодня уже вышел про всю нашу сумасшедшую поездку, что там только с нами не произошло, либо, если я не успела его выгрузить, значит он выйдет в понедельник. Я потом пойду и посмотрю. Надеюсь, и Мэджикам будет интересно. Кстати, надо не забыть ему в каком-нибудь видео сказать про нашу фан-встречу в Питере 25 августа на Petshook Days. Это уже традиция. Так, а это что у нас тут за баночка? Ух ты, что это там такое? Кажется, что-то странное. Да нет, просто пленочка образовалась сверху, надо это хорошенько перемешать. А вообще, это очень прикольный такой сиреневенький слаймик с золотыми блестками и белыми пенопластинками. Кстати, по-моему, после перемешивания он даже не больной. Конечно, не больной. С чего вы взяли? Он вообще в отличном просто состоянии. И он идет в наш матовый магический лизун. А, несмотря, эта баночка странная гуша. Конечно же, это не настоящая гуша. А там внутри очень даже миленький бирюзовый слаймик. В нем опять маленькие пенопластинки. Кстати, интересно, раз в нем есть какие-то мельчайшие штучки, это тоже считается кранчи-слайм или нет? Он небольшой, очень милый и, по-моему, прекрасно себя чувствует. К матовой команде его! Баночка от Шчекатя Слайм из Инстаграма, видимо. Наверное, эта девочка делает слаймы. Ух ты, он бледно-розовенький, опять с пенопластинками и он перламутровый. Ух ты, смотрите, переливается и блестит, как жемчуг. Софи, ты вообще с утра умывалась? В смысле? Эйвенда, отстань. По-моему, тебя нужно умыть. Эйвенда, ну отстань. Я твой старший брат, я должен о тебе заботиться. Вот бы все старшие братья в нашем мире так заботились о своих сестрах, что даже готовы их умывать. Короче, слаймик очень красивый и, главное, абсолютно здоровый. К матовому гиганту его! Ух ты, а вот такое я люблю, яркие слаймы. Да, и пахнет вкусненько, что аж сожрать его хочется. Ой, Юмичу, тебе все сожрать хочется. Правда, он немножко прилипучий, не буду его полностью доставать. Зато он твоего любимого розового цвета, Софи. И добавит яркости в наш матовый гигант. Еще один слаймик из Инстаграма, релакс-видео тут. Дяйвай. Ну да, видимо, он самодельный. Ух ты, ой, кажется, он немножко похож на сквиши. Надавливаешь, а он обратно возвращается. Но я думаю, что его нужно ха... Ой, кажется, он порвался. Может быть, это был не слайм, а все-таки самодельный сквиши? К больным его! Возможно, все-таки это был сквиши, но отправим его в больничку. Какой прикольный цвет. Ага, я тоже обратила на него внимание. И мне нравятся слаймы таких цветов, насыщенных, темных. Ты же сказала, что тебе яркие нравятся. Мне нравятся либо очень прям яркие, либо вот такие вот мрачноватые. И мне кажется, сочетание цветов очень стильно подобрано. Такой темно-темно-синий. В нем пупырышки, белые и салатовые. И еще периодически попадаются паеточки. Но их мало и не очень заметно, да? Юмичу, тебе нравится? Нормасик. Мне кажется, наш матовый слайм будет самый большой из всех. Так, в пластиковом шарике тоже что-то темненькое. Точнее, кто-то еще и с милой бабочкой. Ой, еще и с... Как это называется? Ань, бисер. Бабочку надо убрать? Да, точно-точно, с бисером. Слаймик небольшой, матовый и в прекрасном состоянии. Очень приятный на ощупь. Матовый волшебный гигант побеждает. Космический прозрачный и мой суп и слайм. Видимо, потому что матовых слаймов делают больше. Не знаю, почему. Может быть, потому что прозрачные делают тяжелее? Смотрите, какой маленький мягенький малыш. Если честно, не совсем понимаю, как назвать этот цвет. Ань, смешай его с фиолетовым. Кстати, неплохая идея, Юмичу. И тогда я буду знать, как назвать этот цвет фиолетовый. Ой-ой-ой, кажется, тут попался прилипучка. Так, надо их хорошенько перемешать. И тогда они перестанут прилипать. И... Аня, добавь еще туда вот того синего. Они все равно все мелкие. Окей, Юмичу, как скажешь. Это ваше видео. Добавим сюда еще вот этот вот темно-синий. Пока что они все равно до сих пор прилипают из-за этого темно-фиолетового. Но вот какой лизунчик у нас получился. Очень пупырчатый. И цвет у него все равно непонятный. Анютка, к матовой команде его. Ох, так, окей, погнали дальше. Мы сегодня с пушистиками стараемся распаковывать их быстрее. Вот такая баночка. А в ней оранжевый миленький слаймик. Ой, у меня руки в остатках от прошлого. Он прям цвета пипесины и пахнет пипесином. Хочется сожрать. Ох, покемон Юмичу. Во-первых, не пипесины, а апельсины. Во-вторых, собакам цитрусовые нельзя. Печалька. Слаймик хоть и небольшой, но очень-очень миленький. И такой вот мягенький-мягенький. Смотрите, как он классно тянется. Прям как жвачка. И снова пополнение в матовом лизуне. Смотрите, на этой баночке написано «Энни Мэджик». Энни пишется, конечно, с двумя «Н». И в «Мэджик» не ставится буква «Д», а вместо последней буквы «К» пишется «С». Хотя в Инстаграме не было возможности зарегистрировать с буквой «С», и я в итоге зарегистрировала с буквой «К». А наш Инстаграм называется «МФП». Да, у вас в Инстаграме с названием все попроще. Интересно, кто-нибудь из ребят сможет на самом деле найти наши с вами Инстаграмы? Кажется, слаймик испорчен. Но мне кажется, его надо очень хорошо перемешать. Получился очень красивый нежно-розовый лизунчик с голубыми и сиреневыми шариками. Все-таки слегка он приболел. Но для нашего матового гиганта сойдет. Так, а тут что у нас такое? Какой-то странный слайм. Очень прикольного светлого цвета, но такое ощущение, что в нем что-то есть. А, я поняла. Теперь-то я знаю, как это называется. Как-как-кранчи слайм. Ага, в этой светлой красоте большие пайетки. И, по-моему, они ему не мешают, а только украшают. Несмотря на них, он очень хорошо тянется. И вот такой вот он симпатичный. Мне кажется, он из зубной пасты, потому что пахнет мягким. А, нет, по-моему, пора его помешать. Я не представляю, что из этого получится. Я, конечно, попробую сейчас все это смешать. Он уже такой огромный и такой тяжелый. Это не как в прошлый раз небольшой кусочек теста. Сейчас это просто гигантская слайм-живаха. Да уж, ничего, сейчас я ее замешаю и положу лежать дальше. По-моему, пора открыть что-нибудь прозрачненькое. Так, вот в такой вот баночке, как будто из-под варенья, абсолютно новенький, полупрозрачный, сиреневенький, классический слаймик, который не хочет вылазить и придется его вытаскивать по кускам. Хоть он и небольшой, но очень миленький, полупрозрачный, практически как стекло, я даже бы сказала. И я просто обожаю такие лизунчики. Добавляй его в наш магический гигантский полупрозрачный слайм и перемешай-ка хорошенько все. Да, хочется же посмотреть, что у нас там получается. Наш прозрачный слайм очень красивый, но он не такой большой, как матовый, с ним немножко попроще. Хотя он тоже совсем не маленький, занимает целый тазик. Даже представить себе не могу, чем закончится этот эксперимент. Открой вот это вот. Юмичу, не обязательно все лизать и пробовать своим языком. Ой, кажется, тут кто-то заболел. Миша лайк у нас мечтает больше всех о лечении вот этих антистресс-пациентов в больнице. Да, и мне кажется, у нас больница получается самая яркая. Так, ребятки, двигаемся в темпе. Следующая баночка квадратненькая, и в ней, по-моему, тоже хендмейд лизунчик. Или жвачка для рук. Я вообще по секрету вам скажу, я не совсем понимаю, чем отличаются слаймы от лизунов и от жвачек для рук. Хотя нет, жвачки для рук я уже начала различать. В общем, этот чувак больной и, и, ой. Да, кажется, в него случайно попали чьи-то волосы. Э, э, не будем его никуда добавлять. Да, пожалуй. Ой, Эйвен, у тебя... Что, 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 зачем ты в глаз не лезешь? Сохраняй мое личное пространство. А у тебя пупырка в глазу. А в прошлый раз, Юмичу, ты меня ругала за то, что я пенопластинки пупырками называю. Эм, эм, ну ладно, тогда спасибо, что уж. Всегда, пожалуйста, обращайтесь, а у нас следующая баночка на подходе, и в ней, кажется, кто-то розовенький. Кажется, большинство любят розовые слаймы. Вообще, у нас у каждого из вас есть свой цвет. И вот розовый, это цвет Софи. Кстати, цвет этот не совсем розовый, а какой-то немножко поросячий. И внутри этого слайма что-то рябое. Как будто он неоднородный, не могу понять. И рвется он очень быстро. Поросячья шкурка. Да, похоже, этот чувак отправится у нас в больницу. Какая же красивая антистресс-поликлиника. Аня, смотри, тут есть слайм, называется Аня и Софи. И кажется, опять розовый. Не просто розовый, а очень даже красивый, да еще и с блесточками. Ну, на самом деле, действительно, очень красивый полупрозрачный слаймик. И, кстати, не только с блесточками. В нем еще есть украшения, такие маленькие цветные сердечки. Блин, и правда, какой он классный. Мне очень нравится. Прекрасно тянется и абсолютно здоров. В наш космос его. Написано, что это мэджик слайм. Кстати, по поводу цветов. Ребят, а у вас есть любимые цвета? Напишите в комментариях. Этот слайм называется Мэджик, потому что он тоже такой немножко космический. И в нем, типа, несколько цветов, еще и блестящие сердечки. А сердечко это знак нашего канала. А ты не сказала про наши любимые цвета? Смотрите, какую косичку я из него заплела. Да-да-да, Эйвен, конечно, сейчас расскажу. У Эйвена любимый цвет голубой, потому что он мальчик. А у меня серый, нивый. Кстати, как раз сейчас я открою нежно-голубой слайм. А у меня, у Миши Лайк, любимый цвет салатовый. Да, не знаю, как так пошло, что у Алиски сиреневый цвет. Видимо, она его выбрала, хотя раньше хотели оранжевый. Попробуем же его в матовый лизун. Кстати, а вот и Алискин цвет. Конечно, у нее не совсем такой уж прям ярко-сиреневый, но, по-моему, ой-ой-ой. По-моему, этому чуваку пора в нашу больничку. Ага, я даже постараюсь к нему руками не прикасаться, слишком уж он липкий. А мой любимый цвет желтый. Кстати, вот и баночка с именем Эйвена. И как раз в ней синенький или голубенький, в общем, вот такого вот цвета лизунчик с огромным количеством блесток и пупырышек. А мой любимый цвет желтый. Да, потому что ты решила когда-то, что ты покемон, только не Пикачу, а Юмичу. Точнее, изначально тебя звали Юми, но потом почему-то мы, Джеки, решили, что ты Юмичу. И вообще, я хочу завести свой личный видеоблог. Интересно, его хоть кто-нибудь будет смотреть? Интересно, Юмичу. Давай устроим голосование. А у нас дождик за окном пошел. В общем, вот такой слаймик. Опять голубенький. Да уж, Эйвен, сегодня тебе прям везет, братец. А с погодкой вот этим летом нам не везет. Да, у нас практически весь август идут дожди, ребята. А вы в каких городах живете и как у вас погода, напишите в комментариях. Все-таки уже август, успели вы вообще летом-то насладиться? И снова пополнение в матовый гигант. Это это фрукты? Ну, большинство фруктов собакам нельзя. Но мы с вами откроем вот этот киви. Не хочет никак отлипать от крышки. Блин, кажется, сейчас я начну путаться в своих показаниях. Я говорю, что я люблю прозрачные слаймы, потом говорю, что люблю мрачные слаймы. А теперь еще к моим любимым добавятся вот такие вот, которые вроде как не прозрачные, а матовые, но при этом они блестят. И я очень люблю все эти мятные цвета. Так вот, мой любимый цвет желтый. Тут даже написано покемон, я мечу. Ну ладно, сегодня и правда мы не открыли ни одного желтенького слайма, поэтому в честь покемона... Ух ты, какой прикольный, хорошенький, хоть и небольшой, но очень милый желтенький лизунчик. Прекрасно тянется. Он абсолютно здоров, потому что он покемоновский, как и вот эти тоже будут все здоровы. Ну, мы не можем с такой уверенностью сказать, что все будут здоровы, но этот реально в отличном состоянии. Смотрите, какой хорошенький. Ага, Ань, добавь его в этот Юмин сопли слайм. Но почему сопли слайм, туда же идут противные лизуны. Ну, типа это же Юмин лизун, ну ладно. Нет, все-таки он матовый, мы соблюдаем наши правила. Юмичу, ты же не против? Для покемонов правила, правила закон, ок. Ох, Юмичу, какая же ты бываешь смешная. Ладно, откроем остальные два. Ой, так, что это? Я же говорю, что Юми всегда слишком самоуверенная, а слаймик-то ее испорчен. Да, похоже, эта маленькая антистресс-лепешечка идет у нас в больницу. Антистресс-булочка, антистресс-котлет. Антистресс-мочалка. Хватит! Правда, ребят, почему вы все время троллите Юмичу и руфлите над ней? Потому что она самая мелкая. А вы вообще все старики, понятно? Юми, ты же девочка. И все время ей говорите, ты же девочка. У вас что, устаревшее восприятие жизни? Смотрите на этот мир шире. Ребята, вы же магические, вы же мэджики. А слаймик хоть и мал, да хорош. Согласны? Да, вообще-то, Анти, ты права, мы же мэджики. Надо расширять свой кругозор, а то и правда будем как старики. Четенько. Ой, да ты прям баскетболист. Ух ты, ребят, смотрите, какой необычный слайм. И чем он необычный? Ну я вот смотрю под крышечку, и мне кажется, там что-то прикольное. Облом. Да, эпик фейл, ладно. Похоже на молоко с цветными хлопьями, да? Вообще наша больница похожа на что-то очень вкусное. Ай, ты мне на лапу наступил, батя. Ой, Юмич, ухары ворчать. Эй, 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 ребят, лизать это не надо, это не молоко. А, жаль. Да, пахнет вкусненько. Пока вы там нюхаете Мишину поликлинику, смотрите, что я нашла. Ну-ка, 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 покажь. Практически черный слайм с белыми пенопластинками. Практически черный, вообще-то он коричневый и похож на кое-что. Ой, Юмичу, ну вот опять ты начинаешь, на что он похож? Ты мне не разрешаешь говорить эти слова. Скажем так, на шоколад с дроблеными орешками. А на самом деле на какао. Короче, он пойдет в мои сопли слайм. Какой же твой слайм противный, Юми? Да уж, Юмича у нас любит все противное. Ненормальный какой-то ребенок растет. Эй, 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 опять начинаете, нормальный, ненормальный. Смотрите лучше, какой слаймик я нашла. Ярко-желтый, а в нем огромные пупырки. Я рада, что ты теперь тоже так говоришь, да. Пенопластинки. Этот слайм почему-то мне немножко напоминает пластилин. Он хоть и маленький, но прекрасно тянется и полностью здоровенький. Больная пепесинка. Грустяшка. Апельсинка, Юмичу, апельсинка. Ненавижу, когда взрослые поправляют. Ой, да ладно тебе, киса Алиса, а что это написано? Сизис? Слайм для Анимэджик? Что такое Сизис? Ух ты. Во-первых, он очень нежно-розового цвета, такого прикольного. Во-вторых, он прям такой, как я люблю. Помните, я говорила, блестящие слаймики, но при этом непрозрачные. Он здоровенький, отлично тянется и в нем есть красивые блесточки. Ань, если честно признаться, плохой из тебя аналитик слаймов. Ты можешь только сказать, нравится тебе или нет. Вы давайте еще тут поворчите на меня. Будете на меня наезжать, я не буду вам помогать распаковывать. Ух ты, написано, что этот слайм для Алисы. Он темно-темно-темно сиреневый, с кучей блесток, такой красивый. С кучей, чего ты сказала? Блесток, говорю, в нем много радужных, переливается он. Да, у меня в последнее время что-то уши закладывает. Да, не будем о грустном, слаймик очень красивый. У нас тут уже целых четыре ведра слаймов, Ань, посмотри. Ага, реально, четыре огромных таза. И еще осталось. Продолжаем. Давай снова розовый. Действительно, розовых слаймов делают очень много. Наверное, розовый цвет очень популярен в слаймоделании. Слаймеры, Аня, они называются. Да, Ань, ребята, которые делают слаймы, называются слаймеры. Они слаймоделы. Слушайте, я попросила вас не стебаться над Юмичу, так вы переключились на меня, да? Очень классный слаймик. Ааа, прям красивенький такой, несмотря на то, что в нем ничего нет. Он очень няшный. Я даже иногда скучаю по таким простым лизунам, в которых нет никаких украшений. Тем временем, наш матовый космический гигант пополняется. Ань, открой вот эти две похожие баночки. Да, я тоже на них посмотрела. Давайте откроем их. Они действительно похожи по цвету, но возможно, что внутри в них что-то разное. Здесь у нас вот такой вот серо-беленький слаймик с темными прожилочками. А вот тут скорее темно-серенький, более глянцевый, не такой матовый. И в нем есть только белые пенопластинки. Я, пожалуй, их прямо сейчас здесь соединю, потому что они все равно очень похожи. И все равно пойдут в нашу матовую гигантскую жвачку в тазике. Приколюшные, хотя простенькие. Ага, мне тоже очень нравятся. Такие хорошенькие. Это будет очень милое пополнение в нашем матовом гиганте. Реально, матовый победит всех по размеру. Жаль, конечно. А что это жаль мне? Не жаль, это моя команда. Подождите, вы не говорили, что кроме как у Юмин сопли слайм, у вас еще свои какие-то команды? Этот червяк точно ко мне. Ну да, судя по его цвету, он точно в эту Юмину непонятную жижу. Раз Эйвен забрал себе матовую самую огромную команду, тогда я забираю того, где больше всего розового цвета. А это значит наш магический, космический, полупрозрачный слайм. Да уж, а Юмина команда напоминает мне просто какое-то болото. А чья же команда тогда будет Мишина? По-моему, все логично. Миша очень нравится больница. И моя команда получается зато самая-самая яркая, да, ребят? Может, она и самая яркая, но ни к чему не пригодная. Раз уж матовый слайм, Эйвен, теперь твоя команда. Смотри, какое к тебе пополнение пришло. Такой голубой слайм, а в нем какие-то квадратики. Как будто кусочки желем. Всегда, когда мне попадается что-то такое, мне хочется почему-то это съесть. У меня аж слюнки текут. А тут еще такие розовые и сиреневые прожилочки и блестки очень классные. Ты, Миш, не расстраивайся, что твой слайм ни к чему не пригоден. Эй, блин, в голову. Потому что Юмина помойка тоже ни к чему не пригодна. Эй, эй, София, полегче. Эй, ну просто мне завидует. Ага, конечно, завидует твоим соплям. Ребят, ну что вы сегодня под конец дня начали ссориться? Смотрите, тут коробочка, я впервые такое вижу, разделенная напополам. И в ней два слаймика, которые, наверное, надо объединить. Ну, по крайней мере, мне кажется, это будет прикольно. И это снова слаймы в команду Эйвана. А я не виноват, что все делают матовые слаймы. Аня, тут еще какое-то яичко. Наверное, это для мини-слаймов. Ага, смотри, какой красивый виноградный цвет. Ничего себе, у тебя инфантазия виноградный цвет. Сама удивилась, что такое в голову пришло. В общем, я соединила два этих слайма. Темно-сиреневый и бордовый. Они, кстати, тоже украшены блестками. И почему-то не очень хорошо тянутся. Ю-ху! Че вам, это, открываем последний и остается только коллекция мини-ков, да? Похоже, что так. Ура, жду, не дождусь распаковки самых мини-слаймов. Сейчас посмотрим, какой нам последний попадется. Ну, да, что-то такое необычное, я бы сказала. Ну что ж, получается, когда мы решим с вами, куда мы засунем вот это вот непонятное цветное существо, ребята могут пойти на Magic Family и посмотреть там новое видео. Оно очень крутое. Да уж, про-про-про монстра, да? Да про какого же монстра, ну Эйвен? А как ты еще назовешь, это пушистое существо с красными глазами? И с такими жуткими пальцами. Этого в мою команду! Конечно, в твою и мечу. Фу, ну что, ребят, идите на канал Magic Family и смотрите там новое видео. И на Анин канал тоже идите. А в следующем видео мы покажем, что у нас в конце концов получилось, и распакуем мини-мини слаймы. И покажем гигантов. Короче, ссылки в описании, увидимся скоро в новых роликах. И идите на все остальные наши каналы. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок